А теперь новости спорта. Ко мне в студии присоединился наш спортивный обозреватель Сергей Шрамко. Здравствуй, Сергей. Здравствуй, Алексей. О чем сегодня расскажешь нам в своем спортивном блоке? В ближайшие минуты расскажу о гандболе и волейболе, также поговорим об Ушу Саньда. С медалями вернулись представительных соревнований староскольские спортсмены. Турнир «Звезды Ушу», который проходил в Москве, называют «Малым чемпионатом мира». В нем приняли участие спортсмены из Норвегии, Швейцарии, Польши, Чехии, Египта, Индии, Ирана и Израиля. Воспитанник нашего клуба «Фронткик» Иван Пинзей завоевал серебряную медаль, проведя три сложных боя. 15-летний боец Армен Григорян взял золото. Было тяжело, вес гонял. Был 51,700, должен был до 52 боксировать. Но в весе никого не было, перекинули в 56. И сложно было боксировать с тяжелыми ребятами. Но все-таки выиграл. Первый бой с поляком дрался, второй бой с израильцем. Очки набирал, больше работал, активнее. Впереди спортсменов ждут состязания Центрального федерального округа. Белгородчину на этом турнире представят 9 ушуистов. Далее о гандболе. На матче 8-го тура предварительного этапа высшей гандбольной лиги против ростовского ДГТУ лидер в рамки лидера группового турнира выходил технолог «Спартак». В матчах первого округа в Ростове-на-Дону наши гандболисты поделили очки с хозяевами. В домашней игре подопечные Сергея Крамского были настроены только на победу. В обеих играх хозяева добились победы. Отметим, что на предпоследней минуте второго матча у ветерана ростовской команды сдали нервы. И он грубо сыграл против молодого белгородца. Тут же на площадку защищать своего новобранца высыпала вся команда хозяев. От прямого столкновения игру спас судья. Ростовчанину была показана красная карточка. Мы уже попали в четверку лучших в этом чемпионате. То есть попали в финал и теперь боремся за медали. На сегодняшний день мы временные лидеры, потому что у нас больше игр, чем у москвичей. У нас 24 очка. Это хороший шанс в будущем иметь такой небольшой трамплин для медали. Заключительные серии предварительного этапа 1 и 2 марта в Москве с ОАЭР номер 2, а 12 и 13 с чеховскими медведями. Кроме того, любители гандбола будут иметь возможность приобщиться к любимой игре во время проведения всероссийского турнира, который стартовал сегодня во дворце спорта «Спартак». Участниками соревнований будут команды из Белгорода, Воронежа, Москвы и Московской области. Игры продлятся до 4 марта включительно. Об их итогах в нашем пятничном спортивном обзоре. А теперь о волейболе. В рамках высшей волейбольной лиги «Б» технолог Белогория во дворце спорта «Космос» провел два поединка с Калужским клубом АК. Первая игра прошла в упорнейшей борьбе и завершилась победой гостей в пяти партиях – 3-2. А вот ответный матч обернулся уверенным триумфом белгородцев. Счет 3-0. Помимо важных очков, эта победа также добавит игрокам уверенности и настрою перед грядущими встречами. Впереди подопечных Александра Богомолова ждут важные выездные противостояния с соседями по турнирной таблице – командой «Владимир» из одноименного города. Дальнейшие планы побеждать, готовить игроков в первую команду. Другой задачи у нас нет. Чтобы игроки росли, подключать молодежь. Вот сейчас подключаем ребят, которым 15-16 лет. То есть они чемпионат России выиграли и заслужили право высшей лиги «Б» хотя бы почувствовать вот этот уровень, с мужиками поиграть. В волейбол также играли и в Алексеевском районе. В селе Иловке прошел традиционный турнир по волейболу, посвященный памяти героя России Владимира Бурцева. Уже в течение 15 лет эти соревнования проходят в местной школе. В этот раз волейбольная площадка собрала команды из Алексеевского и Красненского районов, а также спортсменов из областного центра. Турнир расширяется. Сегодня уже у нас 8 команд участниц. В перспективе нам хотелось бы увеличение и привлечение к этому традиционному турниру команды из Воронежской области. И в завершении волейбольной темы напомним, что завтра в 18.00 Белогория во дворце «Спорта Космос» проведет ответный матч первого раунда плей-офф Лиги чемпионов с французским туром. Встреча во Франции завершилась победой белгородских львов со счетом 3-0. В Белгороде наш соперник обещает показать совсем другую игру. Не пропустите жаркую баталию и приходите поддержать любимую команду. Болеем за Белогория и верим в победу. А это все новости спорта на сегодня. В студии работал Сергей Шрамко. Держите руку на пульсе главных спортивных событий «Края» вместе с Первым областным. Спасибо, Сергей. А я напоминаю, что спортивные обзоры выходят в эфире нашего канала по вторникам и пятницам.